начали свое путешествие в этот раз мы выехали уже осенью середина сентября и мы планируем добраться до Карпат в районе Яремче, Ворохты на вершину Кострич, хребет Кострич забраться, посмотреть виды в Карпатах а сейчас мы уже километров 300 проехали от Харькова скоро подъедем к Киеву и за Киевом у нас первая остановка когда едем в ту сторону, в Карстышевский карьер там останавливаемся, очень красивое место летом конечно там можно еще искупаться, скорее всего я и так искупаюсь но уже вода конечно не та, однако она очень чистая, лажурного цвета, глубокое и вообще такое особенное место мы покажем потом да, с обрывами, ну и вообще там все время везде гранит это бывший гранитный карьер валяются гранитные обрезки, баллоны, берега гранитные очень красиво мы там всегда останавливаемся, если проезжаем мимо это как раз один день дороги ну а второй мы планируем поехать или через район Черновцов или мимо Черновцов или через Ивано-Франковск еще не знаем, не решили в прошлый раз мы ехали через Черновцов ну и уже следующее продолжение видео будет Скоростышево Скоростышевского карьера увидимся там там и едем там 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 добрались мы до Крастышево а здесь хотя 10 сентября вода прозрачная интересная вот такое место все в курточках а мы залезли в воду купаемся ну вот покажу в другом месте есть очень такое стоящее место для того чтобы посетить везде волны мы остановились немного ниже забрались на такую скалу и просто пьем кофе тут просто да очень много людей прямо весь берег занят машинами палатками тут просто идеально может быть просто выходной осенье воскресенье может быть не видно некоторые берега но я еще буду показывать на такой скалистой выступе сверху рекомендую сюда приехать это просто супер место просто супер для души мы утром купались вода теплая при чем здесь такие скалистые а вот на том берегу вот там вот там такие закругленные гладкие берега гладкие камни я не знаю как они образовались солнце может быть отсвечивает но очень красиво не знаю будет или нет если увеличить но когда солнце не будет попадать в кадр я еще ну и мы завтракаем кофе сыр сварили на огне у нас есть специальное устройство чтобы сварить кофейку с утречка кофе в этом месте это просто на один день остановимся здесь так вот такая вода абсолютно ну понятно что не абсолютно прозрачная но очень даже там немножко дальше вот там вот там есть еще такой вход как пляж ну а здесь как я уже показывал здесь такая скалистая вот такой вид такое у нас место мы здесь сами хотя людей вокруг много одни машины ну здесь так мы заставили кемпером вход и вода отличная и теплая 10 сентября ну условно конечно теплая так как это озеро сверху вообще теплая да здорово просто здорово да я даже не думал что такое возможно для того чтобы увидеть всю красоту специально в то время когда освещен следующий берег вот тут вот такой берег такие обрывы скалы очень много людей слишком много не люблю такое но однако что тут сделаешь это обратная сторона ну а на этой тоже как-то видел что здесь даже видите не знаю видите ли нет альпинистские снаряжения крючки страховочные крючки и здесь ребята тренируются здесь небольшая высота но для тренировки вот такая красота коростышевского карьера это больше есть там значит если ехать с Киева то по правой стороне заезжаем по прямой в коростышев и проезжаем где-то это я не знаю может быть километр с правой стороны будет такая телега с мраморными надгробиями ну как бы реклама по резке мрамора и вот в этот поворот нужно повернуть направо до этого есть еще поворот по моему до этого налево на другой карьер там тоже такого плана только где-то в три или четыре раза меньший чем этот ну тоже можно посмотреть но мне этот нравится больше очень красиво ну что ж мы уехали от скоростышевского карьера или каньона рано часов 8 наверно ну не по завтраковой не попив кофе но проехали километров 100 остановились на дороге за житомиром у нас есть вот такая такой чайничек который варит нам кофе мы остановились ну просто съехали с дороги на дорогу на проселок какой-то а здесь интересные дубы как-то в нашей местности они не такие длинные листья с острыми краями даже были сомневались что это дуб у нас такие круглые края но это дуб смотрите желуди конечно на такой стоянки люди бросают мусор плохо это не бросайте мусор собирайте с собой ну и дальше едем едем в сторону львова и будем ехать мы поменяли место куда будем ехать и решили ехать в береговое потому что там есть теплые горячие минеральные источники будем оздоровляться ну а сейчас кофе тайм ну что ж мы не успели доехать до берегова у нас цель была до берегова доехать но туда бы мы приехали очень поздно ночью а сейчас уже около 7 часов и мы остановились за городом стрый есть место где практически пересекает стрый не доезжая до этого места пересекает дорогу и мы свернули влево к речке вот мне кажется что это скелли довбуша так называемые мне так сдалось мне показалось что это именно так мы остановились съезд был не очень хороший не знаю как назад будем дорога не очень в самом начале мусор но здесь вроде бы так чистенько и это речка речка стрый широкая так скажем широкая но мелкая она шелестит по камням очень чистая в данный момент потому что нет нет дождей поэтому более менее чистая остановились можем кстати теплая я уже обмылся ну так схолоснулся но сейчас пойду еще скупаюсь распалим костер приготовил там уже дрова поджарим колбаски а завтра поедем в берегова купаться в горячих ваннах минеральные горячие бассейны ну а сегодня остановились вот в таком живописном месте в начале карпат так скажем в начале гор да это видео тут река имеет вот такие промоины не знаю будет скорее всего видно сплошная скала и вымола такой ряд сплошной плиты вот здесь вот скалы княжьи скалы есть пляж заезд машин на пляж правда заезд не очень хороший крутой съезд с дороги по галке щебня но вода хотя и 12 сентября 12 сегодня прохладная конечно освежающий жарко мне в этом случае от остановки на реке стрый мы направились к берегово дальше заехали на гору на перевал и тут прекрасное место цветочки оказались сентябринки почему-то растут место специально напротив есть место для остановки выпить кофе такие не знаю лавочки да и вот такое красивое место мы остановились и просто посмотреть просто полюбоваться потому что это наверное специально сделали место для того чтобы полюбоваться и мы просто остановились едем лечиться в горячей источнике берегово после перевала мы едем по красивейшему месту просто невозможно оторваться едем в сторону берегово ну и у нас там будет возможность сначала посещать частный горячие источники потом государственные но будем искать место ночлега потому что в городе мы не отдыхаем хотим отдыхать на природе а там с этим проблема реки грязные поэтому будем искать интересное место для львов мукачева доехали до берегово это остановка здесь есть несколько горячих источников термальных мы сначала пошли в жаворонок а потом все таки открылся государственный источник и мы туда пошли но ночевать остались остались вот в таком месте очень мало мест для ночевки в берегово есть два озера они полностью огороженные платные при выезде на юг проезжаем село Мужиево и прямо за ним есть съезд к вот такой скале горе выработка такой съезд и потом немножко дальше заезжаешь вот прямо с этого съезда есть еще дорога и вот такая площадка как всегда много мусора но часть мусора собрали выкинем по дороге мусорных баков тоже нет в городе они выставляют в определенный день свои собственные баки и забирают на машине но возле кладбища оно почти в центре города есть такие большие баки куда можно выкинуть мусор здесь уже мы четвертый день останавливаемся и будем ехать дальше постараюсь снять условия конечно в Жаворонке в Жаворонок это частая фирма с термальными дубиводами там все цивилизовано красиво несколько бассейнов разной температуры от 40 до 40 до 37 до 27 бассейн кислородом наполненный бассейн людей очень очень много как селедкой значит обеззараживание идет с помощью электролиза соль преобразуется в гипохлорид то есть это все равно хлором но хлор делается электролизом из соли которая содержится в воде в государственном конечно все очень да и там бассейны такие что можно стоять на дне в государственном один бассейн это простой спортивный плавательный бассейн глубокий трехметровый его наливают водой она 37 градусов и вот там но все люди которые там купаются все однозначно говорят что вода в государственном намного лучше ну это и логично потому что при советском союзе когда нашли эту скважину они организовали пробурили скважину определились с солью она там уникального состава и они сделали здравницу именно здесь как уже организую организовали откуда берут воду из этого жаворонка но тут сложный вопрос есть еще в Косино Косово Косино в километрах в 30 отсюда еще одна ну и тоже встречал мнение что вода лечебное свойство не очень кто-то говорит даже ноль но мне кажется это вопрос степени поэтому ну вот такие мнения нам сложно мы один раз были и в жаворонке и то у Тани моей жены после одного раза перестали выпадать волосы тут сложно сказать посещать посещать можно конечно вопрос степени но однако да ну указаний требований санитарных как таковых нет ну проверяют не проверяют ни там ни там везде везде есть раздевалки везде есть немножко дешевле в государственном немного ну однако мы ходим в государственном четыре раза посетить сегодня четыреста день и поедем дальше будем ехать в сторону горы или хомяк или кострич и будем подниматься на гору в Карпатте в Карпатах в Карпатах вот это центр вот это украшение Марии ну вот тоже в центре черепица брусчатка брусчатка черепица костелы ну и вот тут такие вот в стиле речка очень-очень грязная а речка просто просто грязная это не то слово там внизу есть мостик в грязь прямо мостик красивый кованный дальше мы едем вдоль до того момента как она потом поворачивает влево в горы между горами и румыни остаются сзади и в принципе граница идет до поселка делового в самом деловом очень интересное место стоит туда зайти остановиться музей Кариба с с с бограч но в принципе очень интересное красивое что едем дальше и уже теперь немного ушли в сторону влево от реки Тиса по-моему начнется уже теперь вдоль идти Черная Тиса но мы едем внутри гор Некоторые поселочки справа там будете видеть железная дорога началась какая-то идти и есть смысл сюда приехать только для того чтобы видеть эту красоту ехать внутри гор наслаждаться очень легкая хорошая очень легкая поездка потому что видишь и просто наслаждаешься сложно не фотографировать Допинились на ночлег в таком красивом месте кругом нас горы даже не знаю как оно называется но тут очень очень красиво здесь есть место для отдыха под такими ялинками височезными просто височезными тут живе бабца одна в ней собака очень очень красивая очень красивая за 80 метров продают форель Андрюшка как эфир и думаем что делать с форелью идти за форелью или не идти вот вот красиво очень красиво очень красиво сноп так красненька а он там оленя форель адлер такая вона какая-то свитка а он между ней плавает радужная вона с красным таким бочком с полосочкой на бочке а тут оленя оленя зараз тебе дублич Юрик Юрик пару форелей купить сколько вам 2 штуки 2 штуки привет привет малюшка ты маленькая так такая красивая девушка зовут ее Катерина Михайловна поэтому мы к ней с уважением она Катерина Михайловна так мы в очень колоритном месте и там Катя маленькая и это ферма по выращиванию форели в Карпатах на струмочках тут есть олень Юра и маленький олененок Катя но еще 4 виды форели голец струнковка радужная и еще и адлер адлер такая золотая прямо так себе ферма но однако интересная локация очень форель дается погладить а Юра говорят может быть агрессивным Катюшка 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 и Юрик 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 Юрик, ось он, у него такой брачный период, поэтому он такой немного нервованный. Сказали, что его мадам еще сукню выбирает, поэтому он самотный. Вот такой Юрик, да, Юрик? Юрик, вот такой Юрик, вот такой Юрик. Юрик, Юрик, Андрюша гладе Юрика. Мне кажется, Юрику это не очень нравится. А, мне ему нравится, нравится. Как ему нравится, Юрику. Как ему нравится. Юре, Андрюй, он так час будет стоять, что ему ты там чухаешь. Ему хорошо, так. Юрик прямо застил от удовольствия. Ой, так, Юрику, приятно. Ну, а вечером у нас ужин с форелью, картошечкой, венцом, салатик с помидорами. И перчик. Вечер удался. Хорошее место. Хороший ужин. Ну, а завтра ближе к горам. Так, за вот этим мостом и за вот этим рестораном. Кафе-ресторан. Колыба-музей. Трохи вернулась. Была стоянка, где мы стояли. Решили поесть Богроч. Или Багроч. Или Багроч. Сейчас выясним, как более правильно. Ну, вот. Такой себе музей с разными экспонатами. Интересно. Все обвешено. Ну, говорят, что здесь мы стояли на стоянке. Бабушка пряла при нас веревку. Ну, скорее всего... Не-не, не шие. А то, видишь, для колес. Колеса туда ставятся. Типа обоза. Да. Может, или селка, или пахать. Или, может быть, для какой-то... Ну, а тут такое интересное место. Мы сейчас перекусим и поедем на Диаблоневый перевал. Ну, а тут интересно все, кстати. Тут и заходишь все в таком музей. Колыба-музей. Ну, интересное место. Это вот здесь вот, например, комната с одними довинками. Это или соколыжималки, или кофемолки. Большинство из них механические. И так все. Тут выдавливалки колбас. Ну, такое интересное место. В этом отделении одни утюги. Дальше одни ключи и замки. Тоже интересно. Ну, и дальше идет на второй этаж. Не знаю, что там. Сейчас поднимемся. Тоже что-то. Так, тут какие-то лампы. Светильники. Ну, и такие, получается, тематические уголки, или тематические потолки. Вот тут тематика часы. Разные. Механические. Советские в основном. Тут телефонные аппараты. Тут весы. Тут весы. Тут какая-то сбруя. Капканы. Оце. Радио. Оце. Грамофены. Интересное место. Тут печатные машинки. И фотоаппараты. Все как-то старовидное. Ну, почти все старовидное. История. Так. Ну, однако ж. Кинопрогравачи. Фотоаппараты. И видеокамеры. Старого образца. Образца. Тут есть такая печатная машинка. Печатная для печатания на листе. Есть просто печатные машинки. А вот какие-то. Типа клавесины. Или органы. Ну, что-то. Не могу сказать, что. И есть вот какие-то давильни. Это, скорее всего, стиральная машинка. Стиральный аппарат. А это давильная. И это давильная. Но это, я думаю, что какая-то стиральная. Нужно колотить, а потом выжимать вот здесь белье. Ну, я так понимаю. Это утюги. Вот это вот. Деревянные утюги. Как-то ромбель. Называется ромбель. Это тоже выжималка. А это вот стиральная машинка. Ну, каменная. Ооо. Вот это вот крутяк. Это не деревянная. Это каменная. Это крутяк. Так. Ну, тут такие тоже. В углу обыкновенные. Ну, не все. Не все обыкновенные. А, а вот еще швейные машинки. Это сапожная швейная. Да. Ну, они все синие. Это там разобраны и другие швейные. Это какая-то промышленная швейная. Старого образца. Остальное уже такое более новое. Интересно. Вот эта большая машинка. Ну, вот эта советская. Внутри, может быть, ничего нет. Может, иначе бы ее открыли. Ага. Еще интересный сундук. Не могу сказать, что он старый. Ну, наверное, старый. А вот его. Ну, почему же эта бирка? Да. Ну, все. Вашки. Так. Про СМ не написано, как он год. Но все-таки это старинный. Не современный. Ну, и такое себе. А вот машинка. А вот чесалка. А вот чесалка. Чесалка. А вот чесалка. Вот это, скорее всего, для полотна. То ли собирать, то ли выжимать, красить. То ли валять. Не знаю. Не могу сказать. Не знаю. Не могу сказать. что-то такое все интересное. Хорошее место. И можно интересно пообедать. мы Бограч. Заказали. Так. Ну. И буквально, может быть, километр отсюда или полтора места, где мы. Да. Вот это клише для печатания. А это какой-то Радянский Союз 40-й годы. И какие-то такие деньги. А вот такой Бограч. Ну, из такого западного нам нравится больше всего Бограч. Не знаю. Попробую. Мясо с картофелем. Так, как с лапшой. Ты делаешь. А я помню. Но помню, но не помню. Мясо с... Нет, тут нема синеньких. Ну, хорошо. Так. Добрый? Да. Очень вкусно. Очень вкусно. Рекомендуем. Мы сейчас находимся на перехрестке у центра Европы. И там на глобусе есть такая зерочка. Это мы тут находимся. И получается, что... Так вот тут красиво. Это мы тут не можем закрыть музей. А, это беосферный заповедник. Кафе Калиба. Ну, это мой любимый. И вот здесь. До Амстердама. 1455. Будапешта. Ведень. Рим. Париж. Ну, всего ничего. 1610 до Парижа. До Амстердама. Ведень. 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 12 километров мы там были там есть два оленя один одному рик зовут Юрчик и Катюша маленькая у кафе есть Wi-Fi Калиба и 4G так же ловать то есть тут ну прям ну все доброе любый так подорож продолжается возможно что пропустить Андрей говорит что я еще тут что пропустили тут были просто скелы просто над дорогой да так в исходе это я пропустила скелы пропустила но тут просто можно не зупиняться и совсем не отключать видео это мы едем на Яблунецкий перевал подорож тревает но тут уже есть съезд она течет среди гор вот мы остановились это биле миста Рахи и вот така борхлива речка уже майже прозора была она после дождя чуть коричневая такая глина а сейчас уже гарно уже можно купаться даже на теплоту ну холодно досить холодно но вот таки место есть чтобы купаться нужно держаться держаться за камни но думаю что он там где великое камень думаю что там можно купаться и не триматься потому что там немного затишнее будет вообще такая велич очень красивая и воздух и шум речки и шум речки очень приятно рыбок сейчас не видно потому что речка еще немного есть в окна но уже достаточно достаточно и так после Рахова перед Яблунецким перевалом 500 метров не доезжаю есть такая рекреационная зона зона отдыха мы вечером сюда подъехали потому что заехали туда дальше еще 500 метров там перевал но там нет где остановиться магазинчики насобирали грибов белых и ну польские у нас это называется положили сушиться но не знаем что с ними делать и попили кофе Таня приготовила из белых грибов супчик и тут такая хорошая вид мусора конечно столько что мы уже вокруг себя пособирали вот в кулек насобирали целую кучу а дальше ну это просто невозможно за забором там просто горы мусора я думаю что вот это просто не вычищается тех кто его обслуживает ну как он из этого ящика может выбрать мусор мне интересно мне кажется они просто выкидывают туда на улицу но не могу об этом сказать ну и теперь у нас там Таня называет юшка супчик с грибами так грибов много но больше идут сюда вниз есть дорожка вниз ну как-то мы не особенно а вот туда вверх через дорогу там в этот раз больше грибов было и мы насобирали и здесь тоже здесь можно остановиться тем более что водители которые возят экскурсии говорят что так остановиться чтобы где-то сесть отдохнуть уже не будет ни здесь ни до Татарова ни до Буковеля и в самом Буковеля так просто какой-то зоны где остановить машину то можно и там пойти в лес ну где-нибудь на обочине мы допустим остановимся после Татарова вот Татарова идет дорога на Буковель посредине между Татаровым и перевернутым домом есть на карте есть место подъема на старт маршрута на гору Хомяк и вот мы там планируем остановиться в следующий раз и пойти на гору Хомяк но скорее всего сегодня воскресенье уже мы пока собирали грибы уже в два часа пойдем туда завтра с утра так? да ну и все а сейчас Юшка мы в лесе биле горы Хомяк решили зайти в лес тут так красиво мох такий идешь как по подушке просто идешь и грибы 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 как так как в касте как все ребесу готовимся там мы в лесу как в кадре Да, я покажу. Такий. Мох. Звучайно такий. Мох вот такий. Такий. Вот такий. Андрей, покажи, как это. Какая подушка. Вот так вот уходим. Так. Ось. Вот так вот. Вот отсюда можно брать мох. Для... Для картин. Тут прямо кусками можно мох взять. Но, кстати, надо взять домой. Смотри, какой вот здесь структура. И вот он такой прямо... Ну, он и дальше будет, когда мы на хомяк будем подниматься. Но... Здесь прямо сплошняком. Хорошо. Начинается наше восхождение на гору хомяк. Вон палок, он встрамляют обыкновенно. И вон там. О, мы зараз их и видим. Там положили, видишь, через палок. О, мы их зараз и видим. Это наш початок. Тут есть заезд, где берут воду всю нить. Водовозки приезжают, качают, берут воду. Ты будешь брать рук? Да. Ну что же, из-за того, что мы начали немножко... Срезали там, правда, круче подъем намного. Но зато мы где-то полкилометра срезали. И... Вот такой спокойный подъем. Не напрягаясь, людей много. Целая вереница. И там идут, и впереди, и автобусами по тридцать человек. И прямо очередь. Ну, все из-за легкости маршрута. Время... Ну да, смотря для кого, конечно. Ну а из-за того, что мы чуть приболели... Прошли один километр, написано. Чуть приболели. Обои где-то вирус подхватили. Немножко сложновато идти. Ну вот такая спокойная, интересная и красивая. Красивая дорога. Все время вот такой грунт. Все время камни, корни. Да, и это все хорошо. Там все не мешает. Это помогает. Когда нет камней. Срезали мы, потому что мы потом переехали. Стояли не возле входа, а чуть-чуть проехали. Там метров 300 вперед. 500. Возле леса стали. Чтобы не стоять. Возле входа, где много людей. С правой стороны тоже есть площадка. И даже больше заход в лес. Ну а тут, конечно, в лесу красота. Смотрите, какая просто сказочная. Про Машу, которая потерялась. И так везде. В принципе. Тут, то там грибочки. Да. Кстати, грибочки тоже есть. И это проблема. Хочется их нарвать. А куда-то их надо надевать. Они плесневые. Да, если просто сушить. Надо негде. Оно прохладно, влажно. Надо сушить на солнце. Ну а так. Вот такой. Прямо. Сказочно красивый. И дорога сказочно красивая. Такая. Ну очень. Очень корневая такая. И красотища справа. А тут красотища деревья. Ровные как спички. Все это елки. Ели. Ну и идем вперед. Начался вот такой каменистый участок. Дорога хорошая. А справа камнемог. И очень такая. Красивая. Смотри. Дорога красивая. Прямо такая. Абсолютно необычная. Смотри, какая красота. Смотри, какая красота. Смотри, какая сказка. Уже теперь не мохух. Я левец. Ага. Ага. Как же лишайник. Лишайник. Там грибочки. Время от времени. Грибочки. Камни. Ну и красота. Мне хочется наконец-то поставить телефон. Выпустить из рук. Не получается. Все хочется снимать. Просто красота неописуемая. А дорожка так вообще. Просто она такая. Все переплетенное корнями. Корни, камни, глина. Вчера был дождь. Но вечером до 9 часов вечера. Но уже плюс-минус нормально. Не особенно скользко так скажем. Ну вот. Вот такая красота вокруг. Поднялись где-то полтора километра и пересекаем ручей. Очень чистая вода. Просто кристально чистая. Да. Именно из этого ручья. Всю ночь бочки набирали воду и куда-то возили. Ну и всего это питьевая. Она может быть и не питьевая. Но может быть ее набирают, чтобы вот это чаны греть. Карпатские чаны. Ну не знаю. Ну да. Давай мы тут спуткаемся. А тут это только природа. А мы. Ну в общем-то здесь красота конечно. И она стоит ради того. Ради этой красоты. Просто пойти в горы. И увидеть. Супер. Очень красиво. Вниз. Вниз. Внизу красиво. Вниз. Она уходит до самого низа. Где камни. Да. Ну а мы. Поворачиваем. Может видимо на солнышке. Мы взяли с собой кофемашину. Наша. 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 У нас специфическая. У нас кофемашину не прям. На столько. У нас кофемашина есть. Но на природе мы всегда с кофемашиной. Да. На природе мы всегда с кофемашиной набрали. Ну что же. Достали кофемашину. А кофе-то нет. Ни кофе, ни стаканы, ни чашки не взяли. Пришлось сбегать назад. Но вниз еще легко. Назад не очень. Хорошо, что Таня уболтала меня раньше. Здесь сделать прилап. Прямо возле ручья. Набрали из ручья воду. И делаем кофе в нашей кофемашине. Это такой чайничек. Я дрова взял отдельно. Потому что здесь одни елки. Не знаю, на елках можно или нет. Ну, оно все мокрое. Ну, его не запалишь, да. Влажность такая, что его не запалишь. У меня в машине палки, которые мы по дороге как-то останавливались в лесополосе. И дубовых палочек, таких веточек просто пособирал. И вожу с собой теперь. И такая щепочница. И свежесваренный кофе. Совсем другое дело. Наша кофемашина. После ручья начинаются вот такие камни. Интересные. Сдаётся, что гора. Именно с такого камня. Так. Откуда столько бута. Выложено в кучку. Вверх. А не просто распределено по земле. Непонятно. Интересная локация. Красотища. Неимоверная. Солнышко. Горы. Сегодня последний солнечный день. Ну, там два дня дождь. Вчера был дождь, а мы попали в такой период. Очень красиво. Мне кажется, неимоверно красиво. Только выключил. И опять хочется включить. Очень красивая сама дорожка. Сыроежка мой любимый гриб. Очень люблю жареные, сладковатые сыроежки. Именно жареные. Красивая дорога. Такая структурная. Ну, просто обалдеть, как красиво. Но набирайтесь сил и постарайтесь все-таки вот такой мусор с собой донести до конца. Некрасиво идти в горах с мусором. А вот природа это очень красиво. Серпантин повернул в другую сторону. Вот там шумит ручей. Мы шли в ту сторону. Теперь там угол. Повернули в другую сторону. Здесь вот такая гора исчебня. И на обратной стороне вся гора тоже исчебня. Из буты? Да, не исчебня, простите. Из буты. Ну и вот такая фактурная дорога. Ну а там вот, видите, вся гора. О, так. Как будто доброе видно. Как иначе кто-то насыпал. Просто бут. Просто весь бут. И вся вон такая гора. Да. И все тримается. Вертикально. И причем вертикально насыпанный бут. Вертикально насыпанный бут. Так. Сколько нужно мыслей в голове, чтобы такое все создать. очень красиво не сложно такой небольшой подъем а после кофе вообще идется достаточно легко мы прошли где-то два с половиной километра выходим на открытую площадку где уже видны и горы там вдалеке очень красиво дымка прямо облака дымка а тут такой участок открытый со щебнем и какие-то желтая плесень солнце красивое место красивая гора с одной стороны и очень красивые виды все просто очень круто ну и такой дорога там поворачивает доходы до этих камень так и туда пошла я захотел забраться на камень а тут падаетесь на гору наимоверный вид смотрю на гору и вспоминаю разговор мы позавчера встречали одну женщину они там останавливались на бусике своим когда мы сказали что хотим пойти в гору на вершину зачем это вам нужно поедете через перевал по сермать по серпантину и посмотрите там тоже виды красивые но это действительно так но это наверное то же самое что балет смотреть по телевизору я всю жизнь не любил балет потому что видел его не всю жизнь до 27 наверно получу смотрел лебединое озеро по телевизору но когда я увидел его в живую это совсем другое спектакли невозможно смотреть по телевизору но в театре это совсем другое то же самое горы можно по телевизору смотреть можно на вертолете на вершину высадится посмотреть это не то красотища природа покрашена в такой желтый цвет непонятно все камни выкрашены так ну и конечно по серпантину там внизу идут в ту сторону тут в эту сторону и конечно виды катастрофической красоты не могу выключить видео все время все же мы идем по лесной серпантиновой дороге иногда непонятно где повернуть на новый виток серпантинов обращайте внимание на значки есть таблички пластиковые а есть вот на деревьях зеленая полоса это на белом чтобы просто виднее было это зеленый маршрут зеленый значит если вы хотите срезать по пути назад то то всегда можно идти вот таким вот тут идет дорога вот такая тропинка а вниз вот такой спуск самодельный самодельный просто и так по всему серпантину можно где-то в два раза сократить путь назад вверх не рекомендую потому что карабкаться вертикально спускаться вниз можно в два раза быстрее если вам нужно быстро но но здесь же красота тут суть в чем не такой длинный подъем и длинный спуск чтобы пропустить самое главное остановиться увидеть чудеса творение которое есть очень все красиво не спешите жить помереть сюда успеем жизнь короткая тем кому тем кому 20 могут думать что не будет жить вечно это тоже возможно но все равно нужно успевать увидеть красоту ту которая вокруг прямо сейчас жизнь сейчас они потом если если то если закончу школу если поступлю если будет работа если у меня будет все хорошо вот тогда я буду жить остановись и сейчас так остановись и сейчас есть банан не жди когда ты заработаешь на много денег и вот тогда сядешь и будешь есть ну что же осталось идти судя по значкам два километра ну и все время такая фактурная дорога фактурная из камня корни можно только козляночка но мы набрали в том ручье большим набрали воды где-то еще вытекает вода вот там где течет там в принципе можно лучше дождаться там где хорошо течет там где слабо ходят люди поэтому и везде где повороты есть обозначение вот такие например со стрелочками поворачиваем и идем другую сторону и везде везде очень красиво вот того стоит подъем не сложный а на что хотел обратить внимание наделись плотно джинсы кроссовки взяли курточки на улице плюс 20 и здесь тепло можно было футболку я бегал за кофем назад быстро весь мокрый я сильно потею футболка вся мокрый насквозь я ее снял все футболки и шорта будет достава еще про обувь я думаю что тапочках будет не очень но вот тапочки типа кроксы закрытые перед в тапочках тоже будет нормально если если вы не идете в дождливую погоду и прямо сейчас не было дождя и не планируется по прогнозу то тапочки кроксы с закрытым перед ком вполне будет достаточно ну кому как удобно я люблю тапочках нога была без носков а свободная потому что у меня сильно потеют ноги и вообще у меня сильно поэтому мне легче футболки в шортах тапочках так ну все одеваются тут капитан ну что же закончился участок с такой гладкой ну или так не крутой дорогой и начинается такая еще более фактурная немного более крутая вертикальная дорога корни да идти очень легко корни кажется что сложно нет очень приятно красиво в некоторых местах немного еще более круто но это не совсем дальше должно быть еще более еще краще последний участок вообще такой фактурный вертикальный но камень это уже на пику и такой очень интересный участок это еще не все там будем провозить еще между веток а тут такой ну вертикально людей полно в одну и в другую сторону так ну а дальше начинается такой участок с горными соснами это уже сосна да остановимся дорога такая круто круто я хочу тебе изнати ага а там нет там все я хочу с тобой я ж тут была с тобой очень 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 фактурное характерное место тут взагали двоя красавок одни корни и камни становимся на корни и идем так а тут уже и руки потребили так тут можно в четвереньках на четвереньках и потихонечку разбираемся разбираемся ну интересно такое особенное место особенная красота так мы сейчас в этом горном горных соснах неимоверный вид просто просто тут такая площадка смотровая но мы еще не забрались еще далеко но тут а просто да еще вон туда вон туда вон туда вон туда туда вон там такая интересная большая гора вот там тоже неплохая лысая гора не знаю лысая очень крутой вид горы вид недалеко небольшая сизая дымка ну и еще пока крутой подъем так непростой подъем людей просто валом еще один выход на такую площадку просто вокруг горные сосны вот взбираться просто на четвереньках да вот такая интересная тропинка туда дальше 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 так вот и это на четвереньках но и есть что посмотреть очень красиво это варто того а мы еще не забрались нам еще подниматься и подниматься и вот очень красивый вид вот горы по всему кругу ну почти по всему кругу с этой стороны еще пока вон туда вверх мы еще идем по вот такой тропе тут из одной тропы нужно сюда прийти что-то необыкновенное необыкновенное так ну а дальше уже просто камни необыкновенное я необыкновенное и только через берег поэтому берите с собой меньше а воду брати все необыкновенное необыкновенное что это мы еще вверх мы еще не на горе никуда не пришли а уже красота неимоверная. Там какое-то село, не знаю какое. Может там из того села, или нет? Возможно. Не могу сказать точно. Очень колоритно. Просто неимоверно красиво. Ну что, мы наконец-то оселили. Очень красиво. Люди приходят в связь с детьми, с семьей. Шесть-семь лет. А мы забрались на гору, поставили свою кофемашину, варим кофе на вершине нашего мира. Тут кто-то приволочил памятник. Как они сюда еще и цемент тянули, вообще непонятно. Камы на цементе. Как здесь есть даже продажа чая и чай. И медаль. Что-то продают. Пункт продажи сюда. Сюда привозят воду, продукты. Угибы мешком дошли. Без ничего. Народ заработает как-то оба. Это одна сторона. Вид очень хороший. Просматриваются все горы. Облачность есть, но сизая дымка есть. Но все-таки все видно. Очень красиво. Ну это мы сели отдохнуть. Еще сейчас вскоре походим. Разные стороны поснимаем. У творца свой стиль. Обратите внимание на красоту камней в салатовом цвете. Такой ярко-ярко-ярко-салатовый цвет. Лайм. Цвета лайм. Это, мне кажется, все-таки салатовый. И очень красивый мир. Желто-салатовый. Вокруг просто невероятная красота. Конец подъема, конечно, не очень легкий. Но очень красивый. Это вид с другой стороны. Наверное, это северо-запад. Северо-запад. Вот это запад. Очень красивый. Попробую сделать панораму. Но для этого заберусь вон туда. Здесь на пике сделали макивку и поставили статую. Как они сюда тянули, не знаю и зачем. Очень красиво. Идем мы уже назад. Тот же самый путь. Тот же полугий, но это здесь. В самом начале спуск был, можно сказать, неудобный. Потому что крутой. Потому что можно поскользнуться. Можно держаться. Но он крутой. В плане классный. Спуск. Ну а здесь такой. Легенький. Отдыхающий. И как раз то, что нужно. Были, кто приходил совсем налегке. Если вы не уверены в своих кроссовках, то лучше или хорошие кроссовки, или тапочки. Типа кроксы подойдут. Если вы по погоде смотрели, что давно не было дождя, то будет не скользко. Но там на камнях будет сложно. Не, не. Если кроксы сзади закрываются. Ну, одна девушка была. Я бы нарискнула. Я бы пошел в кроксах в следующий раз. Мне так даже удобно. Потому что вот этот участок самый последний. Он самый крутой. Самый драйвовый. И он просто необыкновенный. То есть вы такого никогда нигде не видели? Мы никогда не видели. Нужно держаться за горные сосны. И идти по камням. И карабкаться по камням. На четвереньках. И эта тропа в горных соснах. Вот такая. Небольшая. И очень вертикальная. И это такие ощущения. Когда идешь туда, уже давно идешь. Устал. И все уже спрашивают. Ну, когда мы. А людей полно. С детками. 6-7 лет. И все спрашивают. Когда же уже доберемся. Нас обманули, что это легкий маршрут. И да. Ну, когда вы там побыли. Выпили кофейку. Ну, у нас с собой кофеварка. Мы там сварили кофейку. И там продают кофе, сникерсы, чай. Карпатский. 50 гривен. Сникерс. Сколько он так стоит, я не знаю. Никогда не покупаю. Ну, это не важно. То есть, можно купить для того, чтобы подкрепиться. С собой можно не брать. Но воду нужно взять. Хотя бы литра два. Туда и назад. А вот там вот в ручейке, в большом. Нужно пополнить. Мы пополнили. И даже пришлось поделиться с одной женщиной, которая шла с сыном. У них уже нет воды. А они еще только туда идут. И у них только пол-литровая бутылка воды. Была. Уже закончила. Пришлось им налить. И нам трохи... Нет. У нас есть еще. У нас хватило. Нам хватило. У нас литра три с собой. На двоих. Но мы два раза пили. Это было немало. Немного. Но мы еще заваривали кофе. Потихоньку будем спускаться. Срежем в конце пути. Там есть скользкий участок. Он сбрасывает бревна с хоры. Приблизительно метров пятьсот от начала официального и той будки. Скользкий участок. И мы перед этим скользким участком резко возьмем вниз и срежем. Во-первых, у нас там машина стоит. Мы дальше остановились. И вниз по нему удобно идти. А начинать лучше не оттуда. Потому что, когда вы начинаете, лучше начать идти не по крутому подъему. А именно такому легкому. Потому что устать в самом начале, это не самое лучшее. Начал пути. А когда крутой подъем, Таня, когда начала идти, мы тоже немножко срезали. И 20 метров поднялась и сказала все, я уже устала. Сейчас нормально. Сейчас нормально. Поэтому начните с такого нормального пологого подъема. Вот как сейчас мы идем себе в расслабоне. Гуляем. Мы гуляем. Очень удачный день. Солнечный. Вы берите хорошую погоду. Иначе солнечную не... Потому что бывает дождя нет, но есть тучи. И тогда есть большая вероятность, что вы с горы ничего не увидите. Потому что будут дальние горы закрыты. А дальние горы там видно и Синяк, и Гаверлу. Синяк совсем рядом. Прямо в фокусе. Гаверла и Петрос... Сначала Петрос, потом Гаверла. Правее Петрос. Самая высокая, если смотреть на юг. То правее Петрос, левее Гаверла. И... Они могут быть закрыты тучами. И вы не увидите самый кайф. Да, потому что видно все. Просто вот так. На этом буду заканчивать. Очень приятный день и хорошее воспоминание. Увидимся на канале. Ну где еще вы такое увидите? Значит, смотрите. Упало дерево. Это его корневая система. Поднялась корневая система. А нету ничего. Чистый камень вообще. Ну просто. Под ним абсолютно чистый, стерильный камень. Вообще без грунта. Ну чего? Это же грунт. Ну вот только... Это грунт. Ну сверху на корнях. А под корнями ничего не было. Просто стерильный бут. А проросло оно вот в таком... Ну там где был мох. Там корни. И это просто сказочная красота. А вон пошел ствол. Вверх, 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 вверх. Упало дерево полностью. И просто подняло свои корни. А под корнями... А под корнями... Камень. Бут. Из которого вся... То есть, корневая система очень небольшая. Из бута состоит вся гора. Просто бут. Не скалы. Просто бут. Красота. Очень колоритное, фактурное место. Мы возвращаемся. Оно уже немножко... Да, тут выходит вода. Вода просачивается. Ну а у нас вечереет. И такая колоритная становятся цвета. Насыщенные. Прямо... Очень, очень, очень... Насыщенненько. Уже слышно ручей внизу. И... Просто неимоверная красота. Очень интересные вот эти вот таблички. Ничего не понятно, что это значит. Надо как-то вычислять, где ты ешь... Где ты есть. Сколько тебе до... Вершины никак не вычислить. Все пишут по-разному. Да. Несколько... Несколько видов табличек по-разному. Каждый по-своему считает. Норка. Ну, норка. Везде бут. Вот тоже. То же самое. Упало дерево. Из-за чистых камней. Корни вверху. Под ними просто ну... Абсолютно чистый бут. Дерево упало. Обнажило. Просто чистый камень. Ничего. Ни перемешан ни с грунтом, ни с глиной. Чистый бут. Бут. Вот, например. Смотрите. Дерево не упало, а накренилось и приподняло немножко. Корни. А там ну... Под ним бут. Просто чистый бут. Вот. Ничего. Ага. Ага. Так. Сейчас, может быть, посветлее сделаю. Ну, короче, тут... Смотри, как стоит прямо... Чистый. Оно, видно, стояло вот так. И с ней вместе с камнями накренилось. Ну, камень подняло, да. Красотень. Неописуемая. А еще, пока мы спустились, проголодались. Идти что-то... Короче, одной конфеткой мне обойдется. Да. Берите нормальные бутерброды. Мы съели четыре куска мяса шашлычного. Пять. Пять кусков мяса. Пачку палочек в весне. Кофе два раза выпили. И прямо мечтаем про бограч. Ну, вот такие вот иногда встречаются места для отдыха. Сегодня был дождь. И вот это место... В этом месте специально остановились, чтобы показать, как образуются облака. Вот отсюда конкретно выходит облако. Из горы образовывает облако и идет дальше. Очень красиво. Невозможно ехать на машине. Хочется остановиться и снимать. Это въезд в город Татаров. Мы уже едем назад. Ну и вот такое образование облака. Ну, становись. Не, а то там встанешь, чтобы и речка была бы. Я тогда не смогу. Очень красиво. Да. Да, я видео снимаю. Ну, давай убери это свет. Ну, чтобы мы после восхождения на гору Хомяк приехали с Буковель. Ну, заехали на Буковель немного. Просто проехались посмотреть, что там. Сейчас немного темнее сделаю для того, чтобы было видно, почему мы здесь остановились. То есть это перевал между Ворохтой и Верховиной. И вот сейчас там на заднем плане рождается облака. Облака рождаются прямо из леса. Вот кто не знает, откуда берутся облака. Вот они прямо из леса поднимаются. Таким столбом поднимаются вверх. Немножко затемнем специально свой фон, чтобы... А то оно сливается. Это очень красивое место. Это прямо перевал. И вот там такие хатки. Очень красиво. Ну, прямо оно совсем красиво. Ну, тут есть немножко дальше. За вершиной. Прямо метров двести еще проехать. Там будет место для стоянки для отдыха. Столики с крышей. Идет небольшой дождь. Мы сейчас остановимся. Перекусим. Красиво. Деревья желтые. Супчик с грибами. Кофе попьем. Нюшка. Да. Да. Очень красиво. Очень красиво. Начинается осень. Все будет очень красиво. Голубые бережи. Да. Мы проехали в Ворохту. Заехали в Верховину. Очень красиво. Хотели посетить... Значит, здесь есть копальня Брынза. Свернули по навигатору. Есть копальня Брынзы. И сначала шла асфальтная дорога. А потом начался щебень. И так как я с прицепом не везде могу развернуться, то подумал, что пройдусь пешком. Посмотрю, смогу ли я тут развернуться. Но есть заезд. Я развернулся. Есть двор. Есть заезд. Развернуться можно. Вот адрес. Жабьевский потик. А вот сам потик. С обратной стороны. Жабьевский. Ну, наверное. Сыры вкусные. Рекомендую. Мы купили три вида. Вурда, бутс и брынза. Взяли побольше. Ну и у нас была такая задача. Стандартная цена. Есть, правда, еще люта брынза. Это такая перебродившая, испорченная два года выдержки брынзы. Та, которая, вы думаете, что она скисла. Она потом еще хранится, хранится и продается в два раза дороже. Очень концентрированный такой вкус. Но жена не захотела ее покупать. Говорит, мне как будто испорченная. Ну, а вообще, Верховина мне больше понравилась, чем район Буковеля. Здесь она более такая, горы видны, но она более дикая. Настоящая деревня, настоящие обыкновенные сельские дома разбросанные. Есть места, где остановиться. Просто едешь и лес, грибы. А та часть к Западу, она вся расстроенная. И там и остановиться-то негде. А здесь, правда, прямо заезды, рекреационные площадки. Ну, площадки для отдыха открытые, куда можно зайти. Ну, короче, он намного более автентичный Карпат. То есть, ну, дикие. Не застроенная Карпата. С современными постройками. Ну, а это чисто мы заехали в сторону. Буквально там километра два-два с половиной. Таня купила еще на подарок брынзу овечью. Коровищу? Брынза. Ну, это вкусная. Ну, это витриманный сир. Кофе как раз. А витриманный, значит, испортился прогорк и как раз и за дорого продается. Да. Так что, если у вас портится сыр, он сыр просто дороже. Да. Умножайте на два. На три. А, на три. А, по чему брынза? Брынза 300. Обыкновенная цена, как везде. Где мы были. Нигде однакова. Просто я знаю, что это коровничка. Так, цена однакова. Но, такой... Женщина все объяснит, расскажет, как хранить. Номер телефона, она ведь не просто расскажет, она и пришла. А, и говорит, что высылает по почте. А вот номер телефона. Встретили интересное место, такое фактурное. Значит, не знаю даже, где это. Мы хотели пойти пешком на Яворовский гуг. Это водопад Яворовский гуг. Ну, там свернули в ту сторону, а там остановить машину негде поставить. А спускаться вниз, смотрим, там грязь. Решили вернуться. Проехали мост через реку. И нужно идти пешком туда. Вернуться через мост, повернуть в тот поворот. Ну, думаю, давай я срежу. Пошел под мост через реку. Мне показалось, что дорога есть. И она как бы есть. Вот там она начинается, идет, идет, идет. И вон туда продолжается. И надо через реку пройти. А тут камни не лежат. Придется вернуться. Вот такое интересное фактурное место. Интересные камни такого цвета интересного. Поэтому захотелось показать вам. С одной стороны, а с другой стороны точно такое, только желтое. И вот одна река, один ручей оттуда стекает с той стороны. Второй ручей с этой стороны. Тут они соединяются два. И текут дальше. Такой прозрачный ручей. Интересный, это такие слоеный пирог песчаника. Как будто песчаник кто-то сложил. Ну, это песчаник есть. Песчаник? Да. Стопочку. Интересное место. А вот там вот красиво, смотри. Там красиво прямо спускаются эти растения. Ну, понятно, что это не горная река, но однако. Может и горная. Интересная. Ну, не, она горная. Ну, такое в городе течет. Ну, вот здесь красиво. Но прозрачно. Прямо вот так как в сказке. Видишь, и там прямо вот там вот вода капает. Там течет. Течет вода. Сверху? По мху течет вода. Как водопад Девочи слезы, да? Ага. Плачет. Да. Вот там вот капает. Вышли. Мы когда были на водопаде Девочи слезы, то оно тоже так капает. Ну, там побольше, конечно. Ну, чуть-чуть, да. И вот оно там действительно капает. Как по волосам. Да. Стекает по волосам. Красиво. Угу. Так. Ну, а мы теперь вернемся по этому мосту. По мосту вернемся назад. Повернем. Там 15 минут идти. Пройдемся пешком. До водопада Яваровский Гук. Мы решили зайти с Низбогович при выезде из Карпанцеума. Сейчас мы перед Яваровом. Это, наверное, село. Выехали из села Соколовка. И перед Яваровом есть, наверное, ресторан «Бабай». Название не очень. Но есть место для стоянки. Красиво. Красиво такое. Красиво. Речка. В таком стиле рубленом. Такие столы. Никого нет. По всякому случаю. На улице, на террасе. Течет речка прямо. Журчит. Журчит. Вот там. Видно, застанет. Это речка. Очень вкусный бог. Вот так. Бограч очень вкусный. Мы уже попробовали. И поэтому мы начали снимать. Потому что бограч бывает разный. Но мы еще пока не вкусный не пробуем. Нам, во всяком случае, на это разговариваем. Ориентируемся, если машина стоит? Ну, типа. Хотя вот машины стоят. У кого нет? Ну, машины, может быть, внутри там. Или на втором этаже. И рядом есть площадка, где я поместился. Здесь дорога накоса. Узкая. Очень узкая. Все время она такая. Асфальт с обрывом. Со скосами. Не очень. Приходится пропускать какие-то машины. Особенно грузовые. Много мостиков. Ну, дорога приличная. Не новая. Кое-где не новая. Кое-где новая. А еще дальше есть магазин «Гевчар». Это производство шерстяных. Там есть экскурсии. Кленов, одеял, тапочек, шерсти. Все что угодно. Производители. Сами моют, красят. Цена хорошая. Кардачесальная машина. И пледы 1600 гривен. Полторушки. Метры сорок на два. Но. Там, где делают вручную. Подают на обочине. Там уже по три тысячи. А не по 1600. Такие. В таком же размере. И, собственно, они, в принципе, такие же. А еще мериносовое одеяло есть. Клижник мериносовый. И одеяло мериносовое. Обычное одеяло тканью. Из обичьей шерсти, но мериносового. Да. Мериносовый. Ванна 220. 1800. Это очень хорошее. Ванна 220. С мериносовой шерстью. Он не будет колоться. Просто шерсть. Здесь стоили тысячи. 1800 стоит. Просто одеяло. Не лиры, а одеяло. Это, если это действительно мериносовая шерсть, то это не дорого. Потому что... Меринос не колется. Обычный лижник невозможно... Из обыкновенной шерсти она будет овечьей. Она будет пролазить через... Пододеяльник. Пододеяльник. И будет колоться. Мериносовое одеяло. Мериносовое одеяло. Переяльник. Натываемое. artment стеные. Выданите. Об Creative Д واуке.